привет друзья лодка на воде ну как обычно без сюрпризов не обошлось сдох аккумулятор хотя хороший аккумулятор прожил он у меня 7 лет 7 лет исправно работал но все-таки пришло время умирать и вот сейчас а перед этим был у меня тоже мутло но простой кислотник 55 это 75 тот тот прожил у меня вообще монстр 11 лет вот сейчас стоит выбор какой же взять хотелось бы взять аккумулятор выполнена по технологии и gm а грим как будет угодно это аккумуляторы в которых используется очищенный свинец какая-то добавленная лигатура там еще и и и они выполненные пластины путем протяжки они литьем они более прочные и между пластин есть прокладочка из стекловолокна даже не прокладочка каждая пластина как бы отдельно запаковано в пакет ну и чтоб как бы увеличивать пусковой ток и меньше идет сульфатация и при это предотвращает замыкание банок в общем все само то и электролит там находится в жидком состоянии но значится вот эта прокладка вот эти конверты пропитанные он как бы там есть но ничего не пулькает практически эффект мочалки мокрая ничего не выливается эти аккумуляторы можно и ставить на бок и переворачивать им ничего не будет вообще у них пусковой ток выше служат они в два раза больше единственных минус это конечно цена цена у них также как минимум два раза больше ну при нормальной эксплуатации его нормально эксплуатировать он прослужит вдвое больше чем простой аккумулятор если попадется вот попадется аккумулятор агм топло вот топло у них есть преимущество даже вот в этой линейке аккумуляторов в линейке аккумуляторов топло есть аккумуляторы которые выполнены по технологии агм у них есть преимущество еще не хотелось говорить долго но короче это производители топло умудрились впихать туда еще дополнительные пластины там больше пластин чем у простого ну вот это обычных это аккумуляторов и естественно они и срок службы не больше и токовой пусковой ток лучше в общем как то так наверное если попадется обязательно себе такой возьму так есть еще не проливашки это гелевые аккумуляторы не надо путать с агм там такая же ситуация комары одолели суть нынче что-то комаров столько такая же ситуация как и в гм только электролитом находится в состоянии такого густого желе также этим желе пластины запечатываются и ничего никуда не девается и обладает теми же свойствами что и агм может даже еще лучше но у них есть такой подводный камень какой подводный камень дело в том что на подвесных моторах есть регуляторное напряжение и вот не знаю почему вот во всех моделях этих моторах этот регулятор очень быстро выходит из строя и генератор на больших оборотах выдает в сеть 16 больше вольт так как раз гелевые аккумуляторы этого боятся что происходит него вот этот гель он начинает таять куда-то там стекать ну короче пластины оголяются и сульфатация происходит намного быстрее и пластины пластины замыкают и это происходит практически мгновенно можно даже если просохатить то за одну поездку аккумулятору шатать и они еще дороже даже чем аккумуляторы гм они стоят ну по сравнению с кислотным аналогом может даже в три раза дороже а то и а то и больше даже дорогие так что здесь есть об чем подумать вот чего еще хотят вот как раз вот этот аккумулятор калевые калевые аккумуляторы напротив не боятся большого тока не только большого напряжения вот и даже им нужно больше давать 16 больше вольт иначе он просто меньше не будет подзаряжаться или слабо будет подзаряжаться или не будет совсем у меня на лодке я убрал защиту это он выдает мне 16 вольт и я ну нормально на нем проходил вот и еще у них такая вот такая вот особенность если допускать полную его разряд они очень этого боятся ну 23 вот полных разряда могут аккумулятор полностью убить его емкость падает мгновенно очень быстро так что еще что еще сказать буквально два слова про зарядку аккумулятора если хотите чтобы аккумулятор долго проработал то 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 не надо валивать ему большой большое напряжение при зарядке нормально это 14 5 14 ну до 15 вольт можно его заряжать меньше про больше как бы уже вредно меньше просто не будет заряжаться что касается что касается тока везде пишут значит 10 процентов от емкости вот это 75 значит 7 5 ампера него но это это безопасный это безопасный ток заряжать конечно лучше меньшими токами так как больший ток уменьшает циклы заряд разряд и прослужит он поменьше но вот время заряда время заряда легко посчитать вот допустим у заряженной батареи нормально это 12 12 7 12 8 вольт а если меньше 12 выдает 12 2 12 3 значит аккумулятор уже разряженный требует подзарядки так вот каждая десятка при десяти процентам так скажем токи у него одна десятка это один час требует зарядки но если заряжать мишка меньшими таками что лучше естественно время заряда увеличивается но это не трудно посчитать сколько перезаряжать тоже как бы не рекомендуется но я заряжаю примерно 23 ампера ему даю ну также рассчитываю время лишнего не гоняю и поэтому аккумулятор у меня живут долго так ну все хватит лирики поехал лапку сейчас что выберу покажу вам и так в итоге взял вот такую батарейку так оказывается мутлу уже четыре года в россию поставок нет но это тоже аккумулятор как бы сделан пластины сделаны по технологии штамповки должно быть ну хорошие или нет покажет время ну вот и все что хотел вам сказать спасибо всем удачи